Большой хоккейный праздник прошел в Татарстане. В республику приехала команда «Российская пресса». В ее составе звезды спорта и телевидения. Дмитрий Сычев, Александр Мостовой, Андрей Николишин, Вадим Евсеев и другие. В городе Зеленодольск они скрестили клюшки с командами «Газпром», «Трансгаз Казань» и ветеранами «Агварса». Это были матчи-реванши. В прошлом году команда «Российской прессы» стала абсолютным победителем. Да и в этом уступать не собиралась. Все команды были настроены на победу. Зеленодольское дерби началось. Самое главное, что мы встретимся, посмотрим на уровень друг друга. Не важно, кто сегодня победит. Понятное дело, что хочется нам это сделать. Долго ждали, готовились год, тренировались. С праздником сколько для нас, сколько для жителей Зеленодольска. Первыми на лёд спортивного комплекса «Ледокол» вышли юные спортсмены Зеленодольска. Тренировку для них провели трёхкратный чемпион России Алексей Бадюков и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин. Даже профессионалу, вы дайте вот это упражнение, он не всякий профессионал сможет его сделать. Прикольно было. Давайте на суде поиграть. Ошибки они нам показали наши, которые сами делали. Тренировка очень понравилась. Я научился принимать шайбу, давать хорошо её. Над катанием поработал. Всем всё понравилось, вдохновляет, чтобы мы потом заиграли в НХЛ, за Россию, за сборную. В это же время в футбольном манеже мастер-класс проводили Дмитрий Сычёв и Александр Мостовой, которые раньше играли за сборную России. Буду как они, будут тренироваться каждый день. И всё будет очень хорошо получаться. Например, всякие финты, я даже этого не знал. Эти финты тоже не пригодятся в будущем. То, что мы преподаем, это всё равно одно, а увидеть, как это делают мировые звёзды, это совсем другое. Много эмоций ребята получили, сами видели глаза горящие их, они хотели ещё играть с ними. Видно, что они хотят стать футболистами. Правда, про Робби никто не говорил, Казанский. Говорили все про Спартак, Барселону и Реал. У ребят прекрасное будущее, и даже, знаете, немножко становится грустно, когда вот каждый раз так вспоминаешь, что уже прошло. Я имею в виду, а у них всё только впереди. Зрители ликуют в ожидании большого события. На трибунах юные хоккеисты, жители Зеленодольской и сотрудники Газпрома. Перед началом первого матча команды поприветствовала глава Зеленодольского района и капитаны команд. Присутствие таких именитых спортсменов, которые сейчас находятся на льду, будет способствовать популяризации детского спорта. Если сегодня, например, они увидят Сычёва, Мостового и Евсеева на льду и поймут, что нет, лучше всё-таки футбол, это тоже будет хорошо. Спасибо огромное «Газпром Трансгаз Казань» за это приглашение, за то, что мы видим республику с разных сторон, в том числе и с хоккейной стороны. Ну и надеемся, сегодня хорошо поиграем. Как бы ни завершились сегодняшние матчи, самое главное, что побеждает наша дружба и наша вера в доброту. Хоккейная дерби началась с противостояния команд «Газпром Трансгаз Казань» и российской прессы. Счёт открыли гости. Очень горячо. Уже в прошлом году игра и представляли, что это такое. Поэтому уже подготовленные вышли. У мастера спорта пути всегда интересно играть и не успеваем, хоть они вроде бы помоложе, но сегодня не успеваем. Нальду жарко, игра идёт очень быстро, тем более команда профессионалов. Наша команда идёт 1-0, значит вы выполняете установку тренера. Да, вы знаете, мы сегодня играем без тренера, поэтому установку выполнять как никогда легко. Да, спасибо большое, идите отдыхайте, а я пошёл играть. Бодрое боевое настроение. Болеем за наших ребят, чтобы они с победой отсюда вернулись. Это кто? Наши «Газпром Трансгаз Казань». Мы болеем за нашу команду, за «Трансгаз». У меня муж там работает. В детстве мы сами тоже играли, поэтому интересно посмотреть, поболеть. Казань вперёд! Работаем вместе с этими ребятами, которые на льду. Ну и видно, что ребятам очень волнуются, потому что это очень ответственно. Героем команды «Газпром Трансгаз Казань» и лучшим нападающим турнира стал Рифнур Хафизов. Как произошло, как запили, расскажи. Просто удачно попался, фас дали. Нужно ещё два. Нужно ещё два. Останавливаться рано. Ещё третий период, всё впереди, поэтому будем стараться. Забили гол, это же круто. Как настроение поменялось по ходу матча? Конечно, нам показалось, что мы уже выиграли весь турнир. Радости было столько же, как выиграть кубок Гагарина. Впереди третий период, и там посмотрим, кто будет сильнее. Очень зрелищная игра. Давние соперники, все готовились. Но при всех этих страстях и накалии мы чувствуем дружескую поддержку, чувство плеча наших товарищей. Поэтому впечатление просто потрясающее. Исход матча невозможно было предсказать до последних минут. После второго перерыва обе команды вышли с настроем победить. Тренер тоже подбадривает нас. Давайте забивать, забивать. Он как будто сам на льду бегает сами. Тоже хочет, чтобы мы выиграли. Тренер дал определенную прокачку, указал на ошибки наши. Но также указал на то, где у нас потенциальные возможности. Ведь мы же все-таки выходим на льду, чтобы выиграть. Вы сейчас сами все увидите на льду. Я думаю, что у нас получится. Наша задача – получить удовольствие от игры с «Газпромом». А удовольствие мы получаем только тогда, когда выигрываем. Со счетом 4-2 победила команда российской прессы. Очень тяжелая игра, кстати, была. Мы же тоже счет был 2-2. Тоже тяжелая игра, потому что там тем более ребята все молодые. Поэтому просто тяжело. Мы просто вырвали. Все очень спортивные, понтянутые. И нам есть к чему стремиться и есть, что противопоставить им. Была такая упорная борьба, что мы не могли до последних минут просто забить им шайбы. Поэтому они, конечно, за год прибавили. Я думаю, в пандемию тренировались хорошо. Поэтому надо признать, что мы прикладываем максимум усилий, чтобы победить. Хотя у нас в составе профессиональные хоккеисты есть. Впереди у команды российской прессы еще одна встреча – с ветеранами Акбарса. Не может быть, не может быть. Как против них играть? Ну, это сразу видно, что это хоккеисты. Сейчас выйдут ветераны Акбарса. Там очень много знакомых и известных личностей, за которых Рэнс болел. Я болею за Акбарса. Вообще люблю российский хоккей. Даже не ожидали, что сегодня будет такое именно событие. Такое прям масштабное. На моей памяти это вообще первый раз, чтобы звезды хоккея здесь у нас участвовали. И в той, и в этой команде у нас есть игроки, за которыми мы следили с детства. Тот же самый Бадюхов, например, Николиш. Это легенда нашего хоккея. Мы с тобой, потому что игра за сборную России. Ну, это великий игрок. Ну, и нельзя взять автограф. Это легенда российского футбола. Конечно, интересно наблюдать за теми людьми, которых в телевизоре, допустим, видел. Вот, например, Казанский. Только в воскресенье там смотрел его. На Первом канале. А вот сейчас здесь интересно. Болею за красивый хоккей и за спортивный образ жизни. А самое главное, я болею за Зеленодольский, за его спортивную молодежь. Атмосфера хорошая, а игра тяжелая. Сейчас мы придем в раздевалку. Перед третьим периодом поговорим, обсудим все. Тренер нам подскажет, что делать. И пойдем выигрывать. Чтобы нас обыграть, надо выпустить всех профессионалов. То, что, в принципе, сделала команда Акбарс. Да нет, если честно, нас легко обыграть, потому что, сами понимаете, у нас много ребят не хоккеисты, поэтому, конечно, тяжело тягаться с бывшими, как бы сказать, или там настоящими хоккеистами. Поэтому мы упираемся, мы делаем все возможное, но все равно, как бы, мы во многих вещах проигрываем. У вас вторая игра сегодня. Да, вторая, согласен, согласен. Ну, что делать? И мы старше. Команда достойна друг друга. В принципе, игра идет упорная. Моменты есть, это уже хорошо. Ну, значит, и голы будут. Голов было достаточным. Зеленодольское дерби завершилось со счетом 6-5 в пользу команды ветеранов Акбарса. Окейный праздник, который организовал Газпром Трансгаз Казань, завершился награждением. Все здорово, честно сказать. Я всего второй раз в Казани, второй раз в жизни. Я никогда не был. Один раз два года назад, поэтому приезжал по футболу, сейчас по хоккею, представляете? Шикарно вообще. Так что надеюсь, что в третий раз меня тоже пригласят в любой вид спорта. С приходом Рустам Ренача как раз хоккей получил такой дополнительный импульс, символ своего развития. Я помню, что позапрошлом году, когда мы играли до пандемии, все было очень просто. Но в этом году нам пришлось из себя вытащить все, чтобы в третьем периоде только доказать. Рустам Ренача выходит, глава организации, да, как простой инженер, спокойненько отрабатывает в обороне. Он рубится, бьется. Это круто. Поэтому, конечно, это интерес, и эта игра одержала напряжение до последней секунды. Было круто. Даже простое нахождение рядом с ними на площадке придает тебе и силы, и уверенности, и ты тоже начинаешь себя чувствовать немножко причастным к этому процессу и тоже думаешь, что ты тоже мастер, и у тебя тоже что получится. Хоккей сплотил инженеров, экономистов, бухгалтеров. Мы выходим на лед, и мы все одна дружная семья. И вот именно такая поддержка на льду позволяет нам добиваться серьезных результатов на работе. Поэтому это очень здорово. Спорт всегда сплачивал коллектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова